Из Черкесии в зону СВО отправились два автомобиля повышенной проходимости. При посредничестве Народного фронта УАЗы бойцам из нашей республики передало руководство управления налоговой службы по Карачаево-Черкесии. Подробности в сюжете Артур Мхце. Из Карачаево-Черкесии в зону СВО грузы поддержки отправляются на регулярной основе. Многое делается по запросам наших земляков, участвующих в обеспечении мира и порядка на новых российских территориях. Но есть то, что там необходимо постоянно. Например, транспортные средства повышенной проходимости. Машины всегда востребованы и сейчас эта востребованность не снижается, к сожалению. Напоминаю, что мы передаем машины уже не первый раз от федеральных органов власти в рамках выполнения распоряжения правительства Российской Федерации. И еще раз призываю всех, у кого есть машины, которые не востребованы, либо которые под списание, либо которые нет в них такой уж необходимости сейчас в мирное время. Пожалуйста, обращайтесь в Народный фронт. Мы поможем вам передать их нашим ребятам на передовую. На этот раз два автомобиля повышенной проходимости были переданы бойцам из Карачаево-Черкесии руководством регионального управления Федеральной налоговой службы. По исполнению распоряжения правительства были подготовлены два технических средства. У вас патриот. И передаем на безвозмездной основе. Данные транспортные средства находятся в хорошем техническом состоянии. Прошли проверку в станции технического обслуживания. Надеемся, что они принесут пользу нашим бойцам. О способах применения такого транспорта в зоне проведения специальной операции рассказали и сами военнослужащие. Приехали забрать две машины у вас под рёд высокой проходимости для выполнения боевых задач на зоне СВО. Они нужны для эвакуации раненых на поле боя, так как они не как прямая военная техника, их трудно заметить. По словам военных, уже через пару дней они доставят УАЗы к месту назначения, где в них в силу ряда характеристик имеется большая необходимость. Артур Мхцемиха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.